Вон там вот наша квартирка. Мы ее очень-очень ждем. На недостроенную квартиру пока еще смотрят с надеждой. Семья Арефьевых приобрела трехкомнатную квартиру по льготной семейной ипотеке за 3 миллиона 600 тысяч рублей в строящемся квартале Парковой. Жилье в нагорной части города, кругом сосновый бор, свежий воздух. Бонусом собственная котельная подземная парковка. Отпраздновать новоселье женщины и десятки других горожан должны были в октябре этого года. Но уже полгода, как стройка, заморожено возмущаются дольщики. Приезжаем сюда каждый день и никого нет. Ни в будни, ни в выходные. Мы уже купили какую-то технику даже в квартиру, планировку смотрели, как, что сделать. Планы все строили. Сейчас, получается, все планы нужно менять свои. Мы в однокомнатной квартире на 20 квадратах в четвером живем, работаем, ждем квартиру. Ждут, снимают квартиру, платят ипотеку. Застройщик Барнаул Капстрой, отвечающий за объект, по телефону пояснил, что строительства на Парково, 71, приостановлено не было. Но работы на объекте осложняют снегопады. Сдать объект успеете вовремя? Не уверен. Вы же знаете сейчас, какая ситуация. Идет человек, идет, раз подскользнулся, руку сломал. Вот мы планировали, чтобы будет тепло, а стал без заморозки. Поэтому все. Мы планировали, чтобы будет все хорошо, а целый год уже вот у нас пандемия идет. Поэтому, как тут, гарантию, как говорила сам Бендер, может дать только страховой полис. Своеобразный страховой полис у дольщиков все же есть. Деньги, которые они заплатили за новостройку в безопасности. На специальном эскроу-счете. Воспользоваться ими застройщик может только после подписания акта сдачи дома. Сейчас дольщики боятся, что им предложат эти деньги забрать. То есть нас не устроит вариант возврата денег с эскроу-счетом. Что мы с ними будем сделать? Что мы сейчас можем купить на 3 миллиона 600? Ну, наверное, двухкомнатную квартиру. Наша квартира сейчас такая же, стоит на миллион дороже. У нас нет таких денег. Мы не сможем купить такую же квартиру. Недвижимость в стране действительно подорожала. Примерно на 20%. Если дольщикам предложат забрать деньги, то юристы советуют попробовать взыскать застройщика ущерб. Придется это прослуживать, доказывать о том, что сейчас за денежные средства, которые они получат с счета, невозможно приобрести аналогичное жилье. Это экспертиза, естественно, рыночная. И пытаться включаться в реестр требований. Но это будет далеко не первая очередь. И реальность получения, скажем так, она крайне мала. Известно, что мэрия Барнаула сейчас решает дальнейшую судьбу Барнаулка обстроя. Возможно, будет запущена процедура банкротства. А это значит, что дом на Парково 71 все-таки достроит другой застройщик. Но получить свои ключи дольщики смогут при таком раскладе только через несколько лет. Нам нужно, чтобы нам как можно скорее сдали наши квартиры. Нам негде жить. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.